32 года назад последний советский военнослужащий покинул Афганистан. Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День воина-афганца. В Щелкове у памятника скорбящей матери собрались воины, ветераны, воевавшие в Афганистане и других горячих точках, депутаты, представители общественных организаций, сотрудники администрации городского округа. К собравшимся с приветственным словом обратился заместитель главы Виктор Семин. Наше население даже не практически мало что знало о том, что наши военные совершают подвиги на территорию Афганистана. И в этот день я хотел бы поблагодарить наших афганцев за то, что они выстояли в этой войне, за то, что они были преданы своей присяге. Председатель Совета депутатов городского округа Щелкова Елена Мокринская в своем выступлении выразила слова признательности ветеранам Афганистана за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях, а также родным и близким, ожидавшим военнослужащик с войны, оказавшейся одной из самых тяжелых в истории страны. Конечно, такие события всегда надо праздновать. Пока мы живы, надо обязательно об этом говорить, для того, чтобы жила история, жила правда о тех страшных годах. История показывает, что уже с высоты пройденных лет ничего так просто не происходит и не делается. Сегодня мы понимаем, что наши войны, и афганцы, и войны других конфликтов защищали интересы нашей страны. После митинга собравшихся пригласили в Щелковский театрально-концертный центр на концерт, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Руководство муниципалитета отметило большую военно-патриотическую работу Щелковского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» по воспитанию подрастающего поколения на примере героев афганцев. Грамота была вручена председателю организации Анатолию Тананаеву. Андрей Цихадович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.